Урбан. Программа о городских проектах. В 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Да, у нас новый партнер. Я благодарна системе «Глобус» за то, что они стали партнером программы «Урбан». Напоминаю, что эта программа о городских проектах уже третий год выходит в нашем эфире. И мы видим, что благодаря нашей программе в городе серьезные подвижки происходят. Вот на днях, если не сегодня, открывается сквер на перекрестке Казанской и Роза-Люксембург. С фонтаном, между прочим. И он сделан, этот сквер, в рамках проекта «30 скверов». Проект из «Киров меняется» на деньги спонсоров и по ПМИ. Вот, пожалуйста, вам результат. Он уже есть. И все могут прийти, посмотрите на фонтаны, на сквер. Понятно, что деревья старые убраны, новые будут расти. Но движение идет, и это очень классно, конечно. Все наши темы, которые нынче в Урбане будут браться, они приурочены к урбанистическому форуму, который пройдет, первый урбанистический форум, который пройдет в Кирове 23-24 октября. И одной из тем там будет городской стандарт, а именно дизайн города. Что это такое? Кому и зачем он нужен? Насколько это дело затратное? Понравится ли он горожанам? А прежде всего бизнесу, потому что бизнеса это касается непосредственно. Мы попытаемся сегодня разобраться или хотя бы начинать разбираться будем, потому что вот как раз на урбанистическом форуме будет большая сессия. К нам приедут специалисты из Ижевска, где дизайн-код уже действует. И вместе с ними мы сможем обсудить эту историю, постараться не наступить на грабли, на которые наступали уже города, которые вводили дизайн-код. И обсуждать эту тему мы сегодня будем с Татьяной Говоровой, заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Татьяна Вениаминовна, добрый день. Здравствуйте. Один микрофон и двоих. Добрый день. Добрый день. Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, соучредитель группы компании «Системы Глобус». Здесь в студии Андрей, добрый день. Добрый день. Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса», член рабочей группы проекта «Киров меняется». Дима, здравствуй. Добрый день. И у нас в студии Юлия Двойнишникова, глава МУП «Городская реклама». Правильно я произнесла фамилию Юлию? Да, правильно. Да, Юлия, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Коллеги, значит, первым городом, который ввел у себя дизайн-код, была Москва. Москва вообще драйвер таких идей и тот город, который определяет тренды по благоустройству, по внешнему виду, вообще по всем общественным процессам, которые в стране происходят. И Москва в 2013 году разработала и приняла дизайн-код для своего города. Город очень серьезно, на самом деле, изменился. Я это видела не только на Московском урбанистическом форуме, где была этим летом, и где как раз наш спикер, который мы сейчас выводим на связь, Арген Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева, представлял, как это все делали, дизайн-код, как он, на что опирался, какие учитывались мнения, как он разрабатывался, но и смогла своими глазами это увидеть в самом городе. Причем не только в центре историческом, на что, в первую очередь, обычно обращают внимание, и о чем мы говорили долгое время, да, Дима, вот несколько лет уже об этом говорили. У нас, правда, ничего не изменилось, тоже попытаемся разобраться, почему. Но также и на окраинах. Все новые микрорайоны строятся и заводятся с новым дизайн-кодом. Все магазины, все офисы, все учитывают новый дизайн-код. Но мы знаем, что он вводился постепенно, не сразу, тоже вызывал много споров. И эти споры, они были призваны к тому, чтобы ошибок не совершать. Ошибки все равно совершались, конечно, и у нас лучшая позиция, потому что мы можем поучиться на этом опыте. Эркен Кагаров, фарт-директор студии Артемия Лебедева с нами на связи. Эркен, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вы в прямом эфире, да? Алло. Да, я вас слушаю. Все, отлично. И мы вас хорошо слышим. Эркен, 2013 год, Москва разрабатывает дизайн-код. Пожалуйста, расскажите, как это происходило, какие основы были заложены в дизайн-код-код Москвы, и как сейчас это все выглядит? Ну, в общем, работа велась с тремя компаниями, если так можно сказать. Это Москва-архитектура, которая была инициатором проекта. Главову Москва-архитектуры. И также студия Лебедева, которая делала первый проект. Мы разрабатывали правила, которые должны были учесть все факторы. Главное было очистить город от хаоса, потому что несогласованное размещение звездок, оно очень сильно влияло на внутренний вид города и на удобство, просто, не знаю, на удобство жизни. Эркен, я вас попрошу... Эркен, секундочку. Я вас попрошу переместиться куда-нибудь, потому что какое-то у нас булькание в эфире. Сейчас попробуем почистить звук. Так. Ну, вот я слышу свой голос. Вот, так лучше. Так лучше, да. Да, продолжайте. В общем, главная задача была все упорядочить, придумать правила, которые было бы легко соблюдать с одной стороны и просто. В то же время можно было простить немного процедуру согласования вывесок, потому что раньше каждый вывесок было согласован в Москва-архитектуре. Это был сложный процесс документов. Сейчас, если вывеска соответствует правилам, можно размещать ее без согласования. Например, одно из правил размещать вывеску между первым и вторым этажами. вывеска не может быть размером больше 50 сантиметров по высоте. Ну, не считая отдельных элементов. Это все прописано в правилах, можно почитать. Вышло постановление московское 1902 ПП. Ну, и дальше в него вносились какие-то коррективы, дополнения. Например, в первой версии еще было учтено то, что есть какие-то исторические издания с историческими вывесками. Например, 70-х годов прошлого века. И потом была внесена правка, что для них может быть другой решение. То есть, условно говоря, для них нет таких ограничений. Очень важно было решение использовать здания и старин. Такими были определены все здания, которые под постройки в 1952 или более ранней. Запрет на использование подложек под буквами. Можно использовать только отдельные буквы на стене здания. Дело в том, что практически все здания, условно говоря, старого стиля, они очень ранимы, так скажем. Они очень требовательны в вывесках. И здесь достигается сразу несколько эффектов. Первый из них – то, что фон получается у разных вывесок единый. Это фон само здание. И в то же время активность этих вывесок несколько снижается. Но много было разных деталей. Учтен, например, запрет на полное перекрытие витрин. Не только на вывеске окнами, так скажем, учитывались, но и то, что происходит в витринах. Потому что вывесок можно распустить не обязательно над окнами, а внутри витрины. Вывески, естественно, бывают разных типов. И плоские, и панель красный. Все это было профессор в правилах. И пилотный проект показал свои успехи. — Эркен, простите, а скажите, пожалуйста, мы вот все говорим о каких-то запретах. Запретили по площади, по высоте, запретили подложку на старых зданиях. А что разрешили-то? Что появилось нового, чего раньше не было вообще? С внедрением в столицы этого дизайн-кода. — Ну, главный принцип любых законов — именно ограничения. Потому что все остальное можно сделать. Просто раньше каждый шаг надо было согласовывать. Сейчас, если это попадает в все ограничения, которые есть, то она может быть любой. Она может быть любого цвета, материала, любой конструкции. Если не нарушает место размещения, габариты и еще какие-то другие детали. — Эркен, вы на урбанистическом форуме в Москве говорили о том, что все-таки есть рекомендации по цвету и по материалам. В частности, когда мне запомнилось следующее. Цвета рекомендуется использовать не такие, не вырви глаз, не какие-то неоновые, не кислотные, а цвета металлов, дерева. Вот такие естественные, которые бы радовали глаз, а не напрягали бы его. Потому что сейчас мы видим другие вывески. Как раз бизнесмены ориентируются на то, что это должно быть что-то такое, чтобы прямо било в глаза. — Вы знаете, мне кажется, что в большинстве случаев ограничения не нужны. Но есть здания, где они необходимы. Например, это здания-памятники, какие-то специально охраняемые места или зоны. Мне кажется, что для этих зданий необходимо ввести подобные правила. Ну, кстати, в Москве, например, безусловно нет, в других городах. Например, если вы приедете в Санкт-Петербург на поезде, выйдете на площадь Восстания, то увидите на прекрасных зданиях классицизма вроде бы нормального размера вывести, который расположен на одной линии. Но просто так получается, что одна вывеска красная, другая синяя, желтая, потом зеленая. И получается очень... То есть этот комиссер превращается в цветовый шум и выглядит не красивыми, замечательными зданиями. Мне кажется, именно на исторических зданиях необходимо ввести дополнительное обеспечение, в частности, использовать только нейтральные цвета. Черные, белые цветы, ну, реальные металлы, тронзы, племения и так далее. Скажите, пожалуйста, в процессе разработки дизайн-кода обсуждались ли вот те моменты, которые выводили с общественностью и бизнесом? Или это было принято на основании работы дизайнеров и чиновников и внедрялось уже просто сверху, как обязательное для исполнения в Москве? Ну, естественно, проводились общественные слушания. Другое дело, что, конечно же, непрофессионалы не могут подготовить всю структуру, поэтому обсуждались только отдельные какие-то части. Это, кстати, очень важный момент, как именно внедрять вот эти правила, потому что если внедрять очень резко и сразу на большой территории, то это создает большую выточную нагрузку предпринимателей. Очень многим компаниям, а некоторые владеют, допустим, кафе или магазинам, им приходится заменять сразу в ногу, и это большие уважения, большие инститции. Именно поэтому я считаю, что правильно внедрять, во-первых, с распределением по территории, ну, условно говоря, вначале на нескольких центральных улицах, на самых главных. И, естественно, разделять это по времени. То есть не делать это, условно говоря, до начала октября, а сделать это, растянуть на 2-3-4 года. Тогда нагрузка небольшая, и улучшения, по-моему, остаются и остаются на многие власти или в столице. — Эргена, еще вопрос. Вопрос контроля, его тоже нельзя обойти стороной. Кто и как следит за соблюдением данных норм? Ну и, разумеется, какая ответственность для тех, кто не укладывается в эти нормативы? — Ну, насколько я знаю, в Москве есть специальная организация, она называется ОАТИ, Объединенная административно-техническая инспекция, которая в целом следит за соблюдением всех московских, ну, наверное, и федеральных законов. Поэтому, если какие-то правила по размещению информационных конструкций, ну, а правильные именно так называются, не соблюдаются, тогда направляется какое-то предупреждение, в следующий раз это справа, ну, а дальше принудительная демонстрация. — Насколько сильно изменилась Москва после введения дизайн-кода? Вы довольны результатом? Вы вот лично, как человек, который участвовал в разработке дизайн-кода? — Есть, как всегда, какие-то вещи, которые, возможно, не были учтены, потому что правила, на мой взгляд, будут совершенствовать, но при этом общее решение изменилось специально, очень сильно. При этом я могу сказать, что у меня есть много знакомых из Сербурга, которые куда-то, потому что ветеранчики ездили на выходные, и, не знаю, получили удовольствие от прогулок, а в Москве все было забито, ну, не знаю, там, вывески с табличками и так далее. Сейчас мои знакомые из Петербурга, многие замечают, насколько Москва изменилась, и говорят, что теперь стало приятно поспорить поству, и просто приедут. — Эркен, масса вопросов еще хочется продолжать спрашивать. Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, как специалистам, насколько этот опыт московский транслируем на другие города, на не такие большие, как столицы? — Общие принципы, безусловно, они есть, они работают во многих городах, не только в Москве, во многих городах Западной Европы и так далее. Но при этом всегда стоит учитывать разницу в масштабах и разницу в области городов, потому что, мне кажется, правила родственных бизнесов могут не только очистить их от избыточного шума визуального, но они позволяют сформировать необходимости какой-то, или поддерживать какие-то отличия и того образа города. Можно представить себе, допустим, центральные старинные городские улочки города, где правила разрешены получать только угонные выезды. Понятно, что улица очень сильно от этого изменится, и появится индивидуально. Ну или, например, где-то будет разрешено инфицирование и размещение влаговах на какой-то улице. Мне кажется, что эти правила не только ради ограничений, а для того, чтобы формировался и усиливался образ города, в том числе и для туристических геолитетов. — Да, еще один последний вопрос. Я только попрошу попытаться говорить прям, я не знаю, что там нам мешает. Это телефон, можно попробовать поближе его как-то еще. Последний вопрос, очень важный. Кто именно в городе может разработать такие правила? Можно ли это поручать, например, муниципальному учреждению, которое в городе находится, городским чиновникам, архитектуре? Или, как в вашем случае, это должна быть сторонняя дизайнерская организация с именем, с опытом? — Безусловно, какие-то организации, не связанные с архитектурой, не связанные с дизайном, просто по своим компетенциям не смогут этого сделать. С другой стороны, очень важно разработку вести совместно с городскими властями, совместно с широким обсуждением с жителями. Именно потому, что ни одна дизайн-компания просто не сможет подготовить необходимые законы городские или сделает там какие-то ошибки, из-за которых потом могут начаться судебные разбирательства. — Спасибо. — Спасибо. — Благодарим за участие. — Или продолжим, стало лучше. — Нет, Эркен Кагаров, арт-директор студии «Артемия Лебедева». Спасибо, что вышли с нами на связь. — Реклама больше, да? — Без рекламы сделаем. — Да, давайте. Там наши анонсы мы никому не обязаны. Там нет коммерческой рекламы. Давайте без нее. И я бы хотела, чтобы сейчас наши гости выделили главные вещи, которые услышали от Эркена, которые их задели. Вот что главное услышали. Начнем все-таки с бизнеса, потому что Эркен делал упор на то, что именно бизнеса в первую очередь касается этот новый дизайн-код. И напоминаю, именно бизнес несколько лет назад сопротивлялся в Кирове введению каких бы то ни было новых дизайн-кодов, потому что они жаловались на то, что это большие затраты, это на вывески, это то, что люди не увидят, не придут, они потеряют, значит, доход. Что вы об этом думаете? Мы спрашиваем Андрея Березина, член общественной палаты Кировской области и соучредителя группы компаний «Стема Глобус». У Глобуса много вывесов. 50 сантиметров всего высоту советует Москва. Что скажете? Ну вот из того, что мы услышали сейчас, можно сделать главный вывод. Дизайн-код в городе Кирове есть. Несколько лет назад городская реклама разработала эти правила. Это МУП городская реклама. Да, МУП городская реклама. Она эти правила разработала. Городская дума, я тогда был депутатом, эти правила приняла, касаемо и размера вывесок, и расположения вывесок, и типов вывесок, которые могут быть на исторических зданиях, то есть по большому счету все то, что мы сейчас услышали, у нас в городе уже несколько лет как есть. Должно быть. Есть где? На бумаге или в городе? На бумаге. Эти правила, они приняты. Они общее обязательны. Вот это первое. Второе. Вопрос, конечно, о том, каким образом это контролировать, потому что по законодательству вывески не согласовываются ни с какими согласовательными органами. Раньше в городской администрации ты должен был согласовывать каждую вывеску. Ну, то многие годы уже эта норма отменена, причем на федеральном уровне она отменена. И поэтому какого-то реестра вывесок, я думаю, просто в Кирове не существует. Представляете, какое количество домов, и на каждом доме огромное количество вывесок. И территориальное управление, администрация, ну, мне кажется, физически просто не способна, прежде чем вот это все не завести в какой-то паспорт города, паспорт каждого дома контролировать. Эти правила, безусловно, они нужны. У нас в городе огромное количество зданий, которые надо приводить в порядок, причем в исторической части города, на главных улицах города. Касаемо бизнеса, ну, если правила едины для всех, если они понятны, то бизнес справится. Понятно, что нужно давать какую-то рассрочку. Эти правила должны касаться новых вывесок. Те вывески, которые уже висят, они, возможно, не очень старые. То есть по ним надо давать, возможно, какую-то рассрочку, там, два, три, там, четыре, ну, до пяти лет. Потому что, в принципе, средний срок службы вывески качественной без какого-то капитального ее ремонта, это примерно до пяти лет. Потом уже все равно электрику надо менять, и баннерную ткань надо менять. Нужно менять уже и лампы, сами и диоды, и так далее, и тому подобное. Правила необходимы, безусловно, их надо выполнять. Должна быть система контроля этих правил, и должна быть понятная для всех единая, ну, единые принципы. Давайте спросим сейчас город. Я хочу еще задать, вот, Олегу, простите, Андрей, вопрос. Да, ты мою ошибку совершил. Да, простите, я немножко хочу забежать вперед и предварить комментарий Сергея Ларионова по поводу, это замначальника управления архитектуры города Ижевска. Мы его тоже сегодня выслушали. Да, будем подключать, вот, Андрей, вопрос. Сергей сказал о том, что там примерно в Ижевске 50 на 50 разделились бизнесмены, одни четко поняли, что все следует этим правилам, но остались такие братки из 90-х, которые вот по-прежнему считают, что мы должны быть самыми яркими, самыми заметными, вау, там, как можно кислотнее должна выглядеть. Вот у нас центр города Уцума прекрасный образец этого. Из чего я сделал вывод, то есть, либо эти люди как-то вот вымрутся с собой, их не изменить, ни за что, ни за что. Вот что с этими делать, которые мыслят такими категориями? Это Андрею вопрос. Да, Андрею, да. Мы про бизнес говорим, да. Ну, давайте так, если эти правила приносят городу пользу, то нужно делать все для того, чтобы они были приняты и они исполнялись. И индивидуально, и учитывать интересы каждого предпринимателя, да, его мнение. Наверное, здесь неправильно, мы тогда никогда не договоримся. Единственный способ, как достичь этих результатов, это качественная работа городской администрации с точки зрения выявления, с точки зрения... Разъяснения, убеждения. Выявления и наказания. Ну, и демонтажа, соответственно, там, тех вывесок, которые не соответствуют этим правилам. Вот давайте спросим, посмотрите, РКН нам сказал, что в Москве существует объединенная административно-техническая инспекция. Специальная инспекция, которая, видимо, не только за дизайн-кодом следит. Это что-то вроде бы униципальной полиции, видимо. Да, ну, то есть, чтобы не Вячеслав Николаевич Симаков по своему теруправлению носился и выявлял там вывески нарушения, где не те оконные блоки вставлены в исторических зданиях белые, почему-то там светится. У нас тоже, оказывается, есть такое правило, которое давным-давно действует, но никто его не соблюдает. И много чего. А вот есть специальная служба, все о ней знают, у нее есть полномочия, она четко отрабатывает все, что нужно. Во-первых, кто у нас в городе это контролирует, и как вы считаете, коллеги из администрации, нам нужна такая вот служба, которая на себя взяла, да, полицейские практически в городе компетенции, так скажем, да? Юлия Двойничникова, глава муниципального мониторного предприятия, городская реклама. Да, еще раз добрый день, а поясню следующее. Буквально с 2018 года у нас наблюдается создание тоже такого структурного подразделения в администрации города Кирова, а именно это управление административно-технического и муниципального контроля. Да, сейчас данное структурное подразделение действует в соответствии с административным регламентом и осуществляет, опять-таки повторюсь, муниципальный контроль. В том числе и за соблюдением правил внешнего благоустройства. А кто его возглавляет? Сейчас на данный момент Устюжанинов Константин. Вот, это будет следующий человек, которого мы пригласим в эфир. Мы об этом не знали. Ты знал об этом, Володя, что у нас есть такое вид? Я предполагал, что вот-вот она начнет работу, а оказывается уже он функционирует эту структуру. Сколько времени она действует уже? Данное структурное подразделение было у нас введено буквально-таки недавно. Летом, по-моему, произошло. Май месяц, май-июнь, да, где-то вот в этом у нас промежутке. И как раз-таки сейчас пока что Константин у нас является исполняющим обязанности начальника. И, соответственно, наработки все, которые сейчас осуществляют, у нас осуществляли ранее территориальное управление по соответствующему району, в том числе и Вячеслав Николаевич. Сейчас это все передано в единую, в единое структурное подразделение, которое и осуществляет соответствующий контроль. Много там человек работают, вы знаете? Может быть, Татьяна знает Гурова, Татьяна Вениаминовна? Я могу ошибиться. Я могу сказать, что порядка десяти человек. Немало. Немало. Они пока в курс дела входят или уже результаты есть? В сентябре, насколько я знаю, будет уже назначена кандидатура руководителя этого управления. Уже есть штат этого управления. Есть должностные инструкции, полномочия у этого управления. И, в принципе, если нормативная база вся уже создана в органе местного управления для земельного контроля, они уже могут его проводить. Ну, насколько я понимаю, у них очень много будет полномочий и компетенций. Все, что не соответствует правилам внешнего благоустройства, они все опять будут привлекать. И парковка там незаконная и так далее. Я не знала. Я как-то упустила за всеми нашими проектами. Но это очень серьезная история. И мы обязательно пригласим это подразделение. И каждый, мне кажется, житель должен знать, что оно есть и чем оно грозит нам в случае неуполнения правил. Юля, да? Я еще хочу добавить о том, что буквально недавно у нас также правила внешнего благоустройства были внесены изменения в части того, что ранее... Почему у территориальных управлений возникали проблемы по привлечению к административной ответственности? Потому что на каждую вывеску, которая размещена не в соответствии с требованиями, к сожалению, владельца средства наружной информации крайне сложно установить. Потому что информацию можно любую разместить, но не факт, что тот или иной субъект, который разместил информацию, является собственником либо владельцем средства наружной информации. И, соответственно, были внесены изменения в этой части. И сейчас в случае, если владелец средства наружной информации мы не можем установить его, то к административной ответственности либо предписание о демонтаже соответствующего средства наружной информации может получать и лицо, которое осуществляет содержание здания, земельного участка и так далее. Прекрасно. Собственники здания. Прекрасно. Управляющие компания, обслуживающие организации. Компании, возможно, собственники здания. Вот теперь у нас коммерческая реклама, полторы минуты. Урбан. Программа о городских проектах. Мы обсуждаем дизайн-код города. Что это такое? Кому и зачем он нужен? С нашими гостями. Татьяна Говорова, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры. Администрация Кирова у нас в гостях. Юлия Двойнишникова, глава МУП «Городская реклама». Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, соучредитель группы компании «Система Глобус». И Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса», член рабочей группы проекта. Дима остается с нами на второй час, поэтому, Дима, прости. Поэтому можно еще помолчать. Мы обязательно обсудим улицы. Я просто хочу, чтобы наши гости сейчас еще сказали важные вещи. Вот для меня было открытием. Володя Акадзе знал, что у нас в Кирове создана Объединенная административно-техническая инспекция. Только она по-другому называется. Да, в администрации. Но окончательно утрясется все со штатом и с полномочиями этой группы. В сентябре мы обязательно сделаем программу, всех оповестим. Но контрольное такое ведомство создано. И там будет серьезный такой штат, и он будет за всем наблюдать. Юль, можно прямо в микрофон дополнять. Хочу еще дополнить о том, что сейчас на данный момент управление уже создано. Положение тоже у него есть. Административный рекламе также принято. И поэтому уже малыми шагами мы движемся в том направлении, что должностные лица, сотрудники данного управления, они сейчас как раз-таки у нас и уже начинают нарабатывать ту практику, о которой мы сейчас сказали. Например, они делают что? Они сейчас осуществляют контроль непосредственно, например, по средствам наружной информации, по вывескам по своим. Я могу сказать следующее о том, что, опять-таки, наши сотрудники должны действовать в соответствии с 210-м федеральным законом, который регламентирует как раз-таки осуществление контроля муниципального. И в данном случае у нас основанием для проверки будет являться какое-либо сообщение, информирование и так далее. Вот, эта история очень важная, мне кажется. Как только городу, жителям будет представлен тот самый дизайн кода, о котором мы говорим. То есть, пускай вот сейчас концентрировали. Это вывески товарищей. И если вы будете знать, как они должны быть оформлены, то вы должны иметь канал сообщений. То есть, по сути, в эту вот службу контрольную, да, любой горожанин может сделать фоточку с домом, там, с вывеской прислать, и служба может отреагировать на эту фотографию, как это сейчас с мусорными зала. Сейчас так и делается, в принципе, у нас. Это уже поставлено на поток информации. А куда можно? Я не знаю, кем это делается. Но, по крайней мере, в наши учреждения поступают практически... Ну, городская реклама. В муниципальный казен учреждения, да, городская реклама поступают обращения граждан, ну, в основном граждан, да, и с приложением фотографий, фотоснимков, адресами зданий, строений, сооружений, на которых размещена реклама. Ну, естественно, они обращаются все с рекламой, с незаконной установлением. А что конкретно-то не устраивает? Почему? Ну, погодите, нет, не о том. Давайте мы сейчас... Это другая история. Интересно. Нет, это другая история. И сейчас мы осуществляем выездную проверку, инвентаризацию, мы фиксируем размещение и рекламной конструкции, и средства наружной информации. И потом, когда средства наружной информации в случае есть, они не соответствуют у нас разделу правил внешнего благоустройства, мы эту информацию сейчас направляем в управление административно-технического муниципального контроля. И они реагируют. Значит, если что, фотографируйте, что-то вас не устраивает. Даже если вы не знаете этого дизайн-кода никакого, вас не устраивает. Фотографируйте, подписывайте, высылайте в МОП городская реклама. Ну, и в том числе. Там разберутся, потому что пока с ведомства все-таки непонятно. Давайте вернемся все-таки к дизайн-коду. Вот это будет еще история, которая только-только в Кирове разрабатывается, несмотря на то, что вот и Андрей сказал, и Юля, что правила некие были приняты, мы видим вывески какие угодно. Мы видим магазины, завешанные баннерами гигантскими, которые сами по себе, вот все окна в баннерах. Сети это очень любят особенно. На каждом углу буквально, не называя названий, но и белое, и красное, и зеленое огромными вот такими пятнами. Это тоже, по сути, какая-то информационная история, рекламный баннер. Какие угодно вывески, короба, подложки и размеры. У нас, если мы говорим о дизайн-коде, а это четкие правила, размеры самого шрифта, подложка, как говорил Эркен Кагаров, на мой взгляд, абсолютно разумная история, особенно правда, не только на старинных зданиях, на кирпичных особенно это просится. Ведь есть же какая-то цветовая гамма, и какой-то дизайн архитектурный, который задумали при строительстве зданий. Вот над этим всем сейчас работают, потому что, я так понимаю, у нас пока этого нет, Татьяна. Ну, вот как раз в 2016 году, впечатлившись работой Артемии Лебедева в студии, мы тоже начали разработку управлением градостроительства, такого некого дизайн-кода, который, к сожалению, потом не перешел вот в этот документ как составная часть. Мы отработали улицу Ленина, отработали улицу Воровского. Для каждого здания на улице Ленина есть паспорт наружной наделки фасада с требованиями к вывескам. Для каждого здания. Для каждого здания на улице Ленина, в том числе и историческим зданиям, и объектам культурного наследия. Эти паспорта наружной наделки фасада у нас есть. Частично прошло описание всех требований к вывескам, которые общие, в принципе, по буквам, по подложкам, к размеру, к расположению их в витрине, в витражных окнах. Они прошли в правила благоустройства. То есть появилась связка между этими паспортами и правилами благоустройства, которые нужно исполнять. Но мы видим, какие ошибки мы сделали. Вот и Ирген Кагаров это подтвердил, и Ижевск коллеги наши подтвердят. Мы не сделали это с общественным обсуждением. Мы не пригласили для обсуждения бизнес, как мы будем работать, и не утвердили сам документ, дизайн-код. Вот такого документа под таким названием нет. Это составная часть правил благоустройства. И не подготовили и не выпустили в свет постановление администрации города, где было бы разбито как раз по территориям города Кирова, по улицам, в какой период, когда приступать к обновлению. Как раз вот тот переходный период, о котором говорит Иркен, который важен для бизнеса. Татьяна Вениамин, а зачем тогда цель-то, собственно, этой работы? Нет, не зачем. Мы сейчас не про это. Володь, вот ты редко бываешь в Орбане. Подожди, Татьяна Вениамин. Нет, у нас про другое. У нас про другое история. Не почему и зачем, а что теперь и как дальше. Не надо вспоминать прошлое. Мы говорим о настоящем и будущем. Так всегда, я считаю, надо поступать. Это в любом случае наработки, которые будут задействованы, востребованы. Есть наработки. Конкретные улицы. Иркен говорил, начните с конкретных улиц. Вот они у нас есть, кстати, на улице Ленина именно, да, Дима настаивали в свое время. Что сейчас с тем, что я так понимаю, что там Шульгин сказал, должен быть дизайн-код, да? Он должен выполняться. Мы должны увидеть значимые изменения на улицах города. Вот они есть. Что сейчас будет происходить? Это будет утверждено в качестве документа? Станут ли собирать бизнес? Мы пока еще не созывали, правда же, Андрей, иначе бы вы мне сказали. Будем считать, что сейчас общественное обсуждение начинается, продолжится на урбанистическом форуме. До конца года, как вы думаете, что нужно, чтобы был принят дизайн-код? Это реально в Кирове, коллеги? Ну вот, чтобы, может быть, больше не сделать правильный пакет документов, тоже было бы неправильно утвердить только улицу Ленина. Дизайн-код по улице Ленина. Не проработав все остальные, наверное, нужен полноценный документ, к которому нужно прийти, выстрадать его, все правильно создать какую-то группу, тот, кто выиграет заказ на эту работу, чиновники, которые будут вместе с ними разрабатывать дизайн-код, и, конечно, бизнес-сообщества, ну и любые сообщества, которые захотят принять участие. То есть мало тех документов, которые сейчас есть, да? Конечно, конечно. Все-таки полный пакет. Конечно. Если делать стандарт отдельный, а не обосновываться на правила благоустройства только на отдельную часть, которая содержится, тогда нужно запускать отдельную работу и проводить ее по всему городу, чтобы этот дизайн-код уже был подготовлен к территории всего города. Юль, что сейчас происходит в этом смысле? Сейчас на данный момент у нас следующее. Мы разрабатываем, рассматриваем направления для развития в этой сфере в том, чтобы определить исторические улицы, типовые улицы, для того, чтобы на исторических улицах предусмотреть как раз-таки конкретные средства наружной рекламы, информации, прошу прощения, которые мы можем размещать. Да, как раз подложки, с подложкой, без подложки, конкретно прописывать о том, какую информацию мы можем размещать на средствах наружной информации, определить их размер, высоту, ширину и, соответственно, попробовать хотя бы цветовую гамму, если у нас получится, тона, чтобы были соблюдены каким-то образом с фасадами. Поросячий розовый, любимый цвет последних пяти лет в нашем городе. Я не знаю, почему. Ты еще не видишь, что половина фасадов в него выкрашена и атомно-желтый. Можно отменять предложение, если у нас общественные сейчас обсуждения? Кстати, немаловажно еще учитывать время года, между прочим. Мы живем в таких краях, когда отсутствие солнца – это наша обыденность. Надо такие цвета выбирать, чтобы они красиво смотрелись и в холодное время года, и в летнее время года. Главное, чтобы вкусовщины здесь не было. Давайте специалисты. И еще я замечу то, что в каком направлении мы, по крайней мере, сейчас движемся. Мы рассматриваем возможность того, чтобы все-таки была возможность привязки средств наружной информации к паспортам наружной отделке фасада непосредственно не только на исторической части города, но и на многократных домах. То, о чем Андрей говорил. Типовые истории. Паспорта же не на каждый буквально дом, а типовые какие-то истории. Можно и таким образом проработать. Можно отдельно сделать для каждого фасада, для того, чтобы конкретно определить с подложкой, без подложки, какого размера. Если город будет это делать самостоятельно для каждого дома, это можно просто, я не знаю. Но, однако, и граждане, прошу прощения, физические, юридические лица могут делать и направлять соответствующие паспорта на согласование в архитектуру. Вот мы, например, у нас в нашем доме вселяется на первый этаж много сейчас разных, и все там такой выпячивают, сякой выпячивают, окошко в подъезде закрывают. И мы там три месяца, наверное, звонили повсюду, чтобы понять, кто вправе, в конце концов. Предприниматели какие-то, что ли? Да, да, но договорились, смогли договориться. И, конечно, если бы у нашего дома был паспорт, а мы бы его заказали, главное, чтобы он не очень дорого стоил, товарищи, не очень дорого. Потому что мы бы как-то сэжи имели бы свой документ и говорили, въезжайте, кто хочет, ну вот у нас паспорт дома, да, и соответствуйте ему. Такая вот история может быть. Да, вполне. Ну, у нас остается две минуты до завершения программы, поскольку Андрей на первый час только с нами. Какой-то вывод или пожелание, Андрей? И стоит ли это вообще обсуждать-то на урбанистическом форуме? Вы считаете, что нужно этот вопрос вот обязательно на общественное слушание вносить? Да, и подскажите какой-то особо дискуссионный вопрос для бизнеса, возможно, который поднять. Может, вы считаете, как раз там... Знаете, вот ставить амбициозные задачи в городе, это здорово. Надо? Конечно, это надо, но надо понимать, что ставить сейчас амбициозные задачи сделать паспорт каждому дому, наверное, преждевременно надо. Но по заявке дома, вот если мы хотим, по заденежке. Ну, вот приведу вам пример. Вот какая-то дизайнерская группа сделала какой-то проект. Вот улицу Ленина перекрашиваем в зеленый цвет, например. Может быть, это и правильно. За чей счет? Перекрасить улицу Ленина в зеленый цвет, это там миллиард. Ну, грубо. А вот уже пошли те аргументы, которые были три года назад. За чей счет правильно? Ну да, то есть это миллиард рублей. То есть где возьмется этот миллиард? У нас есть текущее нормальное правило. Надо хотя бы сейчас отработать выполнение тех правил, которые есть. Так они не работают. А потом уже они не работают. Может, пока они не работают, быстренько их поправить, как РКС сказал? Слана, они ведь не работают не потому, что они плохие или не потому, что они неправильные. Потому что нет системы выполнения этих правил. То есть вот вы говорите, там, паспорт дома. Ну, вот поверьте, жильцы дома, они могут отрегулировать любые вопросы без паспорта дома. Там, крыльцо, вывеска и так далее. У вас есть сен, ну, права с точки зрения законодательства. Они это будут делать на свой вкус. Просто я боюсь, что мы можем прийти к ситуации, вот давайте сейчас пока делать ничего не будем. Вот мы там разработаем вот это, вот это, вот это, или через пять возьмемся. Причем я говорю на самом деле вещи, понимая, что это моего бизнеса коснется, и у меня будут определенные затраты. Но для бизнеса всегда понятно, когда правила едины для всех. То есть ситуация, вот там два дома рядом, вот здесь такие правила, здесь такие. Вот здесь предприниматель должен вывеску делать такую, а вот здесь он должен делать такую. Здесь такие возможности, если это неправильно. Есть там антимонопольное законодательство, есть вообще там... Для всех единые прозрачные правила. Вот самое главное, чтобы вот эти правила, они были унифицированы. Они были едины, и не было там для кого-то одних правил, для кого-то другие. Тогда и претензий к этим правилам будет меньше. Тогда и, мне кажется, бизнесу будет проще заставить выполнять эти правила. Вот, это голос бизнеса. Ну и, кстати говоря, я должна сказать, что мы обещали, Андрей инициировал на прошлой нашей программе, все-таки еще поговорить про инвестиционные стандарты в городе. Да, когда привлекают инвесторов, выделяют участки, чтобы тоже правила для всех были едины, и играли в пользу горожан и города, учитывая благоустройство. Мы договорились с заместителем сети-менеджера Лея Шульгина Антоном Карпинским. Он придет на такую программу. Который отвечает, как раз-таки, за инвестиционные стандарты. Он готов с нами говорить. Он придет на одну из ближайших программ «Урбан», куда мы вас, Андрей, тоже приглашаем. Спасибо. Прервемся на новости тематические программы «Реклама». С нами прощаются Андрей Березин и Юлия Двойнишникова. Татьяна остается с нами, Дмитрий остается с нами. Мы ждем здесь еще Анатолия Курбатова и разберем опыт Ижевска. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует...